ну что еще неделька прошла и значит накопилась целая пачка настольных новостей и много-много реально очень интересных и дофига отечественных анонсов погнали и так всем привет с вами юра вы смотрите гиг медиа и начну и сегодняшний выпуск с интересной истории в далеком 2017 году когда я впервые поехал на эссен издательство пандозаур games привезли туда первые коробки игры coaster park идея игры была очень крутая вам нужно было из картона собирать американские горки чтобы по ним катился шарик в таком стояли и катился шарик вы набирали части горок запускали по ним шарик но была большая проблема в том что игра не работала шарик скатывался но не забирался вверх и узнали об этом издатели только когда уже приехали на эссен и к ним приехала первая партия этих игр покупатели негодовали а издатели сидели очень расстроенные тем что игра не получилось на эссене и продажи сразу перекрыли но какая-то часть ушла в ритейл до этого уже и ее можно было найти магазинах за 5 или 7 долларов в этом году пандозаурус games вышли с новой версии игры и называется на roller coaster rush горки уже выглядят не так круто как они были в первой версии и теперь они пластиковые но зато обещают что все работает и в начале партии вы строите план своей горки а потом с другими игроками пытаетесь выкупить на аукционе те части горки которые вам нужны если у вас все хорошо работает и вы сделали лучшую горку вы победили издательство равенцбургер выпустит в этом году игру для маленьких настольщиков от 4 лет посвященную мирам диснея в ней вы будете бросать кубик и путешествовать по разным мирам на воздушном шаре кто первый собрал печати в свой паспорт игровой за посещение четырех разных миров тот победил еще в этом году выйдет игра который меня заинтересовало называется на организм в ней от одного до шести игроков сойдутся в борьбе за выживание у каждого будет начали один организм состоящий из трех частей каждый из этих частей отвечает за рост движения или питания вашего организма в ходе игры вы сможете отращивать себе новые части или даже разделиться на несколько организмов проблема в том что если вашему организму не хватает одной из этих частей то он в конце хода умрет а если вы сталкиваетесь в поле игровом с другими организмами то происходит борьба за выживание звучит интересно а выглядит абстрактно в этом году выйдет новое дополнение уже третье к войне кольца называться она будет короли средиземья и в нем добавятся эти самые короли и их фигурки основным фокусом дополнения станет влияние знаковых фигур на поле боя а еще там будут правила для осад и даже осадной машины и новые отряды в этом году выйдет еще одна игра оформление похоже на многие другие игры на природную тематику называться она будет с или земля эта игра на построение движка и играть не смогут одновременно до пяти игроков обещают простые правила и кучу комбо и разнообразных возможностей синергии карт в этом году франшиза тумане и бонус получит свою финальную главу в виде коробки анбрик был два новых персонажа отправиться в подземные пещеры под делором это самостоятельная игра как и андертал но ее компоненты можно будет смешивать со всем что у вас есть от тумане не бонус выходить она будет через гимфаунт по сериалу последнее королевство выйдет настольная игра в которой вам предстоит принять участие в противостоянии саксов и данов вы не относитесь ни к одной из этих фракций но можете поддерживать любую сторону правда очки вы получите только если в боях будут убеждать те кому вы присягнули на верность издательство ресторейшн games объявила что он мечт туманом мостовой и робин гуд против бигфута скорее всего выйдут из печати в этом году ну или как минимум будут заморожены и пока не планируется их дальнейшее переиздание но зато в этом году нас ждут две новые коробки с персонажами marvel первую называться for the king and country и в ней будет черная вдова черная пантера и зимний солдат вторая коробка будет называться тин спирит не будет мисс марвел скверл гелл и плач и кинжал а еще будет коробка по крупной франшизе но по какой пока не говорят ну и грустная новость издательство holy grail games которые вы знаете как минимум по таким играм как ралли-мен и энциклопедия закрывается и начало процедуру банкротства к этому привел к вид логистические проблемы и ряд решений которые приняли руководители компании во благо своего имиджа их подводили поставщики и фабрики держится компания не хотела возлагать на игроков и поэтому пришли вот такому печальному финалу я их знаю лично это очень влеченный настольными играми людей и очень им сочувствую с кикстартерами по хорошей традиции вас познакомит саня саш тебе слово всем привет не удивляйтесь моему голосу я тут немного приболел но так как паспорт у меня отобрали то кики будут итак поехали в далеком 2003 году на свет вышла manhunt игра которая разделила людей на тех кто и ненавидел и не понимал и тех кто тащил ся от механического исполнения главного героя которого звали кэш приговорили к смертной казни но что-то пошло не так и теперь он участвует шоу на выживание и вуаля ему приходится исполнять различные хотелки режиссера и бла-бла-бла-бла-бла чему я все это да к тому что на кикстартере идет сбор на настольную игру хоррор-гейм-шоу которая идет достаточно известной дорогой благодаря manhunt да вы можете вспомнить бегущего человека или голодные игры но все это детский лепет по сравнению со стариком manhunt и аналогичный беспредел вам предстоит устраивать вот этой игре игрокам предстоит управлять командами различных наемников и психопатов чтобы выполнять пожелания спонсоров в рамках нового шоу жестокого шоу на все про все у вас будет 12 раундов и за это время предстоит сколотить банду накачать его оружием различной экипировкой и конечно же разделаться с конкурентами ведь за это вы будете получать победные очки но главное выживет только один мини-гольф дизайна мини-гольф empire extension это дополнение к игре вышедшей в 2020 году и по сути эта игра симулятор по созданию полей для мини-гольфа вам предстоит набирать плитки и строить из них поле на базе выданных вам условий форма поля сложность участков пожелания гольфистов ну и так далее и тому подобное в какой-то степени это даже может напоминать лоскутное королевство но про гольф новое дополнение добавляет новые задания события и возможность играть компанию так что если вам надоело лоскутное королевство но хочется чего-то похожего и при этом даже дающий неплохой челлендж то эта игра для вас но опять же вы скорее всего пропустили эту игру полимино там полимино тут а по сути как много настольных тетрисов вы знаете и я говорю именно про тетрисы не нужно вспоминать про ваславу одина остров кошек проект эльда или даже kingdom rush с неизвестной планетой на вскидку я не вспомню ни одного тетриса а вот тентрикс это как раз тот самый знакомый всем нам тетрис но со своими свистопердел ками у каждого игрока будет свой планшет где ему предстоит размещать плашки полимино но вместе с этим у каждого игрока ровно посредине будет линия выбывания и да эта игра на выбывание правило игры до безобразия просты вы вскрываете верхнюю карту колоды полимино и там вы увидите либо фигуру которую необходимо будет разместить либо карту которая будет снижать уровень выбывания если эта линия наедет на размещенную фигуру игрок вылетит но все не так плохо и как принято в тетрисе если вы собираете горизонтальную линию то вы двигаете линию вверх там правда она исчезала ну да ладно так вот если вы собираете одну линию то вы двигаете уровень на один вверх если 2 линии то на 2 вверх если 3 то вы двигаете на 3 вверх плюс вы еще можете взять любую фигуру, которая вам больше всего понравится, которую впоследствии вы сможете себе разместить, чтобы закрыть еще больше линий и поднять еще больше вверх. Но, если вы делаете тетрис, а тетрисом называют как раз закрытие, одновременно закрытие четырех горизонтальных линий, то к тому, что вы подвинете на четыре, вы возьмете фигуру и еще сверху залезете в специальный мешочек, где будут всевозможные жетоны бонусов, а там лютая лють. Ну, или злое зло. Короче, с помощью этих жетонов вы можете управлять действиями на планшетах других игроков и всячески улучшать себе жизнь. Думаю, вы уже поняли, что я очень жду эту игру. Обожаю тетрис, и да, если кто не смотрел чемпионаты мира по тетрису, посмотрите. Особенно в спецпереводе от Юры Профессионала. Уж больно он хорош. Если что, то это голос телеканала 2х2. И последний на сегодня кикстартер. Олентия. Настольная игра с элементами контроля территорий, которая миксует в себе соревновательный и кооперативный режимы игры. По сути, вся разница в этих режимах только в условиях. В соревновательном вам необходимо заработать как можно больше победных очков. И все это сделать за 5 раундов. В кооперативном необходимо уничтожить все гнезда драконов. За те же самые 5 раундов. Правда, если вы не уничтожили хотя бы одно гнездо до конца второго раунда, то вы проиграете. В самой же игре все достаточно просто. Вы будете передвигать своих рабочих по игровому полю, чтобы добывать ресурсы. За эти ресурсы вы будете строить иванпосты или улучшать иванпосты. Также будете нанимать новых рабочих, драться с драконами. Ну, а че не мешают добывать ресурсы. Ну, либо в соревновательном режиме вы будете освобождать территории помимо драконов еще и от других игроков. В общем, в процессе игры вы будете развивать еще и свой планшет, чтобы ваши действия были более эффективны и впоследствии гораздо лучше месили драконов с помощью вас, либо приносили больше победных очков. И если честно, то я вполне допускаю, что это эдакий хайден джем, который легко может затеряться среди огромного количества игр с оверпродакшеном. Но если вам хочется не сильно сложной игры, которая еще и умудряется совмещать кооператив и соревновательную игру, то к ней, пожалуй, стоит присмотреться. И на этом у меня все. Юра, тебе слово. Спасибо, Саш. Отличные новости кикстартеров. И мы продолжаем уже с новостями от наших, но по хорошей традиции сначала поблагодарю всех тех, кто поддерживает наш канал на Boosty. Ребята, у нас выходит там куча дополнительного материала. Первое впечатление – это наш новый клевый формат, где есть и текст, и видео. И мы туда выбрасываем просто те впечатления, которые мы получили от первой игры, от первой партии. То есть в обзор, конечно, мы уже даем более взвешенный игровой опыт, когда мы уже сыграли пару-тройку партий. А вот именно первое впечатление, которое вызывает у нас партия, выходит туда на Boosty. И если вам это интересно, подключайтесь. Это наше такое спасибо тем, кто поддерживает канал. Мы переходим к новостям от наших. Gaga Games открыли предзаказ на игру «Сделка с дьяволом». Это кризисная евростратегия, в которой вам предстоит посоревноваться в строительстве самого величественного королевства. Чтобы стать успешным правителем, вам нужны будут ресурсы. Добыть их можно путем торговли с вашими соперниками. Но есть одна проблема. У смертных ресурсов мало, а у дьявола много. Зато у смертных есть нетронутая душа, а у дьявола ее нет, и ему ее хочется получить. Асимметричные роли распределяются тайно, знают о том, кто есть кто только приложение, но в ходе игры вы попробуйте догадаться. Вам нужно будет торговаться за те ресурсы, которые вам нужны, и при этом постараться не потерять все, что вы могли потерять в первом же раунде. Важный очень момент. Игра играется исключительно вчетвером. Хобби Уолт анонсировали локализацию настольной игры «Escape from New York», основанную на одноименном фильме Джона Карпентера 1988 года. Это полукооперативная игра, где вы в роли героя фильма будете вынуждены проникнуть в Нью-Йорк, который стал городом тюрьмой. Вам нужно будет найти, спасти президента, найти его чемоданчик с записью, и найти материалы, которые помогут вам перейти по мосту наружу и не подорваться на мини. Попутно вас будут нападать местные уголовники и боссы, а у каждого игрока будут свои тайные цели. Игра идет на перегонки со временем, и один из вас вполне может оказаться предателем и бросить остальных ради собственной выгоды. Издательство Краудгеймс на прошлой неделе исполнилось 8 лет, с чем мы их сердечно поздравляем. В честь этого они провели праздничный стрим и сделали целую пачку анонсов. Первый из них — это игра шлепа, игра на скорость реакции, внимательность и счет для детей от 6 лет. Играть могут одновременно от двух до пяти игроков. Они будут открывать карточки лакомства и как можно быстрее стараться понять, кого же пришло время покормить. Нужно шлепнуть по этой карточке раньше остальных и получить за это победные очки. Второй их анонс — это замки Безумного Короля Людвига. Игра на размещение жетонов, ее участники становятся подрядчиками, возводящими удивительные замки в соответствии с пожеланиями Безумного Короля. Вы будете пристраивать новое помещение к замкам и получать победные очки в надежде стать самым лучшим архитектором короля. Это все те же самые классические замки Людвига, но в новом оформлении, с дополнением, но, к сожалению, без делюкса, который недавно был на GameFound. Третий анонс Краудгеймс — это Макина Аркана. Это игра, где игроки берут на себя роль исследователей, изучающих древние подземелья неизвестного происхождения. Они столкнутся с чудовищами, которых авторы игры создали по мотивам мифов Актулху Говарда Филлипса Лавкрафта. И все это еще в стимпанковом сеттинге. Это кооперативная игра, в которую нужно будет взаимодействовать с другими игроками, искателями приключений, для того, чтобы собирать снаряжение и воевать с монстрами. Игра сценарная, сценарии играют по отдельности, и все продвигают потихоньку ваш сюжет. Четвертый анонс — это настольная игра Федерация или, как мы ее называем, Федерасьон. В этой игре участники будут желать присоединиться к Федерации планет, но сама Федерация готова будет принять лишь одну из них. Вам на протяжении пяти лет, ну, игровых лет, конечно же, не настоящих, предстоит доказать свою стоятельность, чтобы именно вас приняли в состав Федерации. Для этого вам придется заполучать голоса за влияние пяти фракций и отправлять послов в Сенат. Подробнее о ней вы можете посмотреть рассказы у нас в ТОПе поигранных за 2022 год игр вот здесь. Ну и Voidfall, Crowdgames сняли с паузы, и не зря, значит, я вас стояла выпуск анонсов на этот год. Чучу Games открыли предзаказ на игру Капитан Сонар новой редакции. Это веселая игра, командная, в которой вы будете управлять подводной лодкой и пытаться потопить подводную лодку ваших оппонентов. Итак, если вы хотите узнать все, что было наанонсировано в этом году, то вам сюда. А если хотите узнать, какие у нас были самые крутые игры в 2022 году, в которые мы поиграли, то вам сюда. Многие из них выйдут на отечественный рынок только в этом году, так что вам будет интересно. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.